30 сентября 1982 года. Новая деревня. Беседа отца Александра с Игнатием из Барнаула. У Петра уже был готов слов. А я еще лучше сделаю. Не умоешь ног моих в обед. Сказал хоть сегодня или завтра, а уже все, навеки определил свое положение. Нет, после этого готов весь броситься утонуть. Тогда и все его умоют. А сколько этих было прикосновий? Господь говорит, все отвлечетесь. Значит так оно и будет. Раздвижитесь, как испуганные бараны. Потому что не учились, когда я учил вас. А прерывали проповедь бесполезными, бестолкованными вопросами. Ум закрыт, сердце запечатано. И когда Петр отрекался, то отвлечение нужно, думаю, оно было давно уже впереди, готово к этому. Все. Что Господь сказал, да умолкнет всякая тварь. Вот это запомни один раз. Какая мудрая там будет тебе пословица отвечать. Хороший батюшка, великий архиверей, знаменитый папа. Это ничего не значит. Потому что все это плоть. И дыхание их у нас, дряг их. И они нуждаются также в исправлении, в помощи. Все. А у нас все авторитарность. Вот сказал, великий или малый, а Библия в стороне лежит. Вот почему есть только заблуждений, инквизиция, индукленция, все возможно стало, когда Библия спрятана. Причина такая одна. Народ, который знает Библию, он никогда на это не пойдет. Петр только приоткрыл завесу, но дал такой поворот, что не знаю, что лучше или хуже католицизма. А сегодня уже ясно видно, что сделал еще худшее. Почему? А понимать своим плотским умом начал. Хотя начало было исключительно с добрыми намерениями. Подоверился в оттолковании святых отцов, как уже святые отцы. Он был в угоне церкви. И все эти девяносто пять тезисов разрешились бы одной ревностью в Боге и молитвы. Вот почему, не по Слову Божию, если делать, то будет только одно слово. Разграбление. Разгнение, раскол, развал. Девяносто пять частей в один день. Почему семьи сегодня падают? Нет единения, по Слову Божию. Единство в Духе. Единство Духа в союзе мира. А впереди написано, как одно тело, а не Дух. Вот утром мы перед молитвой сегодня читали. Стоит только задумываться. В одном теле может быть два Духа? Никак не может быть. А у одного Духа два тела? Проискешу. Ну а как это? Одна Душа в двух телах ради может? Но если она могла бы, когда умный правитель, за него бы отдали и сто душ, то ему такая же ведь. Но, увы, переселения душ нет. Да и мы-то практически больше общения имеем с телом. Парень знакомится с девушкой, он не успел... Любовь с первого взгляда, но не добавляет. С первого взгляда на тело. Не на душу. Он в душе будет присматриваться всю жизнь и открывать в ней новое и новое. Но полюбил вот эту карабушку внешнее. Вот этот домик, хижину. Что, за то, западание твоих с почвами, аккуратно, говорит, войну, все это только потому, что хорошо выглядит. Но безумие допустил, что оно в нужном месте. От влажности, от подкрепленной пищи. Если все время это помнить, кто ты, откуда, тогда гордость никак не подойдет. Часто задают вопрос, а ты не боишься этой гордости? О них прелесть. Вот смотрю, вот как снова он беседует. Настоящая истинная беседа, и сейчас с ним ни одной не припомнит. Свелято-то лукавые. Выводы, которые делают, совершенно неверные. Рассуждают о высшем, что есть на земле, о исполнении духом святым. А правильно не могут наполнить даже чрево свое. Какое слово не возьми, оно не по Слову Божию. Какое слово из Евангелия не возьми, не знает, как его понять. Как не повернется одно с воеволием противления. А какое же тут исполнение духа может быть? Но мы знаем, что это очень выгодная тема. Тебя духовно будут считать в уроках. Мы знаем, как поделывать целиком. Но если отсюда не идёт, то ты рассуждая о камнях, об Аллах молодых. Если юриспруденцию, я не знаю. Начнёшь рассуждать о другом, после непережитое. Ты говоришь, что пережил. Ты знаешь, что такое духовное рождение? Ты знаешь, что такое экономия в хозяйстве домашнем? Рассуждаю об этом. Ты знаешь, что такое быть миротворцем? Примирил где-то двух или трёх. Но если ты 33 человека только на зло наставил своим поведением, а двух пытался примирить и сделал ещё людейшими врагами, то имя тебе не миротворец, а совершенно обратное. А обратное только от дьявола. Точнее, ты ни одного дня ещё не был христианином. Ну а почему? Да потому что отец ваш дьявол. Зло творит дьявол. А Христос сказал, что блаженный миротворцы его наречены будут сынами Божьими. За всё обиженное тот самостоятельно. Ещё неизвестно, кем ты будешь там, каким им им назвать. А здесь злотоводец говорит, высшее блаженство, сыну Божию уподобишься. Ну вот и будем смотреть сегодня, как мы мирим, как детей мирим, как взрослых, как соседей, как себя. Ещё не успеем выслушать то, что скажет. Уже 10 ответов готово. Да ты выслушай. Дай мысли ход. Как она? Правильно, от Бога нет. Всегда соглашайся с тем, кто говорит. Если у тебя этот первый вопрос встретился. А может человек в самом деле по местным обстоятельствам больше знает, прикинь, начну оспаривать. А какой в этом мне прок? Будем сейчас спорить. Вот Белас, 25 тонн, говорит, нет, я, а я точно знаю, что он не 25, а 27. Ну, собственно, какие эти две тонны, когда у меня две тонны грехов, а я буду спорить о двух тоннах. Ведь мы часто спорим о деле, совершенно ненужном для нас. А Сырахов говорит, не спорь о деле, для тебя ненужном и бесполезном. Ведь запахи такие-то маленькие, а как много они в нашей жизни дают. Вот посмотришь, человек стоит, вроде молится. Рак-то посмотрел на лицо, нет, не молится. У нас архиереи однажды, Прокопец, поехали, и Саша дал лов. И когда мы к архиерею пришли, в кабинете у него, он говорит, вот я молился архиерею только тогда, и вижу, ты в толпе стоишь, ты не молился на Сашу. А Саша говорит, я устал, поэтому так. Нет, она, другой был брат, а вот он молился. На кого архиерей сказал, не молился? Христианин. Старался ревность показать. Бросил жену, впал в глуд, ушел в мир. Значит, архиереи продвинены. Он это видел. Не смотри, что он вроде пост занимает, и все архиереи коммунисты, которые за границей говорят, нет. Откуда бы он это мог увидеть? На кого-то он сказал, вместе сидели. А он видел, а я-то его не видел в лице. Он сам вон и увидел одного прихожанина и сказал, ты не молился. Нет, тебе все нипочем, говорит. И так и есть все нипочем. Не потому, что архиерея духовная, а через него Господь сильно делает, как через архиерея, по благодати. Хотя сам по себе он сокрушается и говорит, я ничего не строю. И он не просто того, на самом деле такой. Только надо быть очень и очень внимательным другу другу. Это проще всего свои мысли ему навязать. А то вот он узнает, чем это вызвано, как, и когда явно не по Слову Божию, вот тогда ты стоишь до смерти, ты стоишь за истинным, за Слово Божие. Подождем, Владюшка. Какие вопросы есть, сейчас надо всем записать. Тяжки. Хотя это основание у нас тут, самое основное. Но друг перед другом. Чтобы знать, о чем молиться. Если обличил, пробовал губ и возненавидит обличающего. Вот оно все и открылось, наше христианство. Ищем только друзей, владящих нас. А правду скажут лучшие враги. Значит, и об этом надо молиться, чтобы мы не ожесточались сердцами. Если я что увидел не так, сейчас батюшке не скажу. Батюшка, это то польза развиводит. Все. И не с места, не извините, я говорю, недостаток. Батюшка заметит во мне что-то не так. Ладно, оставлю. Значит, есть такое слово тактичность, особенно москвичи этим вещаться. Пускай вроде ты вздыхай, а ради тактичности я тебе ничего не скажу. Но возглаза там много можно будет написать и договорить. А я знать не буду, какой мне это оброг. Вы сами видите, и до чего сейчас от ребятов будет. Возглаза сколько может быть? Возглаза все тихо, мирно, а житья никакого нет. Умение выявить конфликт и разрешить его правильно позволило бы сегодня устранить не тысячи, а миллионы трагедий семейных, общественных. Не так сказанное слово зарождается мстительность. Семьи распадаются, не сошлись характерами, не выявлены конфликты. Каждый затаил про себя и понял характерами, не знаешь, что есть характерами. А спросить, что характер, безбожьим практически на ничего не можно ответить. Ну что это? Нервная система расшапана. Ну нигде этих слов писания не имеют. Значит, вся эта ложь, как один батюшка говорил. Нет нервной системы, если как грех. В правом разе нервная система не расшапана, но он имел мужество признаться при всех. Я не прав, я не знал, что он первосвященник. Сразу задний ход. Ошибся, неправильно сделал. Петр тоже был. Видит, что не так, но раз, ход назад. Пели, радовались обоснованным. На слово одно, как батюшка говорит, никто нас еще не преследует, не говорит, косов взглянет только. Это что батюшка говорит, не переживший или касалось его? Опять для меня уже тайна. Если это касалось лично его, значит, есть уже в этом деле опыт. Опыт в том заключается, что ты так не поступаешь, что тебе не нравится. Вот в этом опыт. А не то, что я многие знаю и вижу, что другие плохо живут. Уметь это устранить, вот это значит знать. Чтобы мы, говорит, познавали Бога. Как познавать? То есть жить в Боге, больше Бога как знать? Бога даже не материальное, не знаю. Потому что Господь сейчас ждет дружников, сеятелей, жнецов. Ждет тех, кто исполняет его волю. Не все говорящие, Господи, Господи, являются настоящими членами церкви. И вот нам важнее сейчас, именно как-то отстоять истинную веру от всяких злоупотреблений, от злоупотреблений всяких многих. Вот это, то, что вот вы уже как-то свидетельствуете, проповедуете, это уже и есть сила истины и веры. Потому что очень многие у нас говорят, ну зачем проповедовать? Ходи, молись, делай свое дело, и все. Рассуждают как язычники. Нет у них, это же не, нету духа Ивангеля. Они даже не знают, что такое Ивангель. Им они ставят свечки, воздушат пение. Так приятно все. И все в родительском доме. Кутью свалить, и все в порядке. Но это не то, что Господь нам принес. И Господь воплотился не для того, чтобы на пути валили. Это испокон века был еще язычник. Эти микробиа не вяжет. Так, ну что, ну... Вы однажды перекусите, чтобы вас не отрывать. А вы мне пока немножко про себя расскажите. А дам мне чуть-чуть про себя. Властичь, я сэр. Ну, их бар на области. А вы же там не стоянно жили, или там поплавили? Ну, вообще, алтайские. Я, например, с алтайского края, там жил сын пастуха. Да, отец у нас многолетний, здесь все родители, без руки. Всю жизнь пастухом был, мы выросли в степи. И кто-то Бог вас призвал. Ну, мать у нас, отец и по сей день ничего не признает, можно сказать. Так. Язычник, в самом дурном смысле, и пьет, и дерется. А мать знала, что Бог есть, и мне, наверное, первые слова, не мама про эти особо народицы, не во радость. Думаю так. Ну, на этом вся вера наша кончалась, что есть Бог, и есть суд. Да, и для меня, например, с детских лет мать это дала понять, что Бог оказывает, и Бог для меня был только как Бог, судья, иного я не видел. Вот сейчас, как некоторые говорят, что я вот верую, хожу, ставлю свечки, и он надеется на какое-то еще царство. Это настолько обманчивое чувство, мне кажется, это, по-моему, понятие, так можно понять, что это человек никогда, видимо, в душе ничего не хотел допустить светлого. Ну, мне понятно было, что я умираю, я иду в ад в огонь. Вот знал, допустим, мать говорила, нельзя там увезти женщинами, нельзя там воровать, подбериться, от этих грехов Бог сохранил. А что я не знал, я в этом, кажется, мной пропадал. И я знал, что я умер, мне уготовано лишнее погибель, я. И вот к минуте, когда никого, нигде не было, всегда уединялся и молился. Встань, но очень пока все спят, тайно куда-то скрыться и молиться. Мужчин сужил технику, я строительный, закончил. А когда едешь где-то ночью, вот так, хотел взяться за голову, бежать, спотыкаться и кричать, зачем я родился. Я родился для огня. И это точно знал, нельзя было иначе убедить. А уже в армии, когда Господь коснулся, а после армии в руки попала Евангелие, среди верующих Богов, вот здесь я уже склонился сам на колени и предпочел страдать с народом Божиим. Вот здесь я понял, что есть надежда спастись. И точная надежда, что мои грехи взял Бог Христос. Ну почему мне никто не сказал, я бы, сколько я упустил возможности участь, в армии был, в охоте. Потому что вот они считали себя гражданами, а на самом деле вырезочниками. Это у нас огромное большинство родителей, даже про животных, страхи перед наказанием, в системе всяких обрядов без конца, и на эти труды полагаются. И часто бывают такие случаи, приходит к мне женщина, наливает слеза, что я грешна. Я думаю, что ж такое она сделала? Она молочка выпила, не в тот день, в среду. А то, что она всю мою квартиру больно ест, это ей ничто. Она это не знает, что ли мне это делать. Иными словами, язычество, оно старое еще. Оно существует тысячи и тысячи лет, оно в крови у меня все это у всех нас. И чтобы евангельское сознание у нас жило, нам нужны усилия. Для этого нужна работа, пробовать, борьба. Так сразу же не получится. И из-за этого все. Гонение, закрытие церкви, и упадок веры, все, что есть. Я не верю, когда обвиняю безбожников. Без воли Божьей ничего не бывает. Читайте писать. Там же и ходили, на израильтян, ассирийцы, всякие египтяне, халдеи, они же приходили по попущению Божьей за наказание. Не то, что, наверное, а Бог хотел показать людям, что они строят, если они отходят от заплаты. И если нам, Богу, что-то терпеть, то не потому, что хорошенькие пришли безбожные. Так легко вообще так, что они пришли и все. Если Богу было хороше, ничего бы они не могли. Мы истины и аминь. Значит, что-то было в нас. Значит, начиналось все должно с покаяния. Что наша установка была не совсем верной. Многие говорят, как хорошо было раньше. Они отвечают, если было так хорошо, почему же так получилось теперь? Если хорошее дерево, почему же от него такие яблоки плохие? Вот какая штука здесь. Ну и, конечно, есть разные обстоятельства. Когда человек умирает, он выражает свою волю. Это самая его задушевная воля. Если кто не выполнит завета матери и отца, это же последний человек. Что завещал нам Господь перед своей смертью? Сказал, да, все едины будут, как его человеку, а в тебе. Это словами. Значит, его задушевая мысль, да, будет единственное, один пастор. И пока будущее разделяется, не будет им успеха. Вот это еще. Это просто. Нарушевая мысль, нарушевая, Слово Божие, нарушевая. Не только мысль, но мысль нарушевая. Ну, ты сказали, сейчас объединяются об этом. Я в прошлом году имел, может быть, полтора дня еще, которые мог бы с вами встретиться. Но так как я услышал от хозяйки его много добрых слов в ваш адрес, а я в жизни очень много потерял, в смысле, в друзьях, зачаровывания, когда люди отступали не от меня, а от Бога. И тут на компромиссии не ее, может, люди называют максимализмом. А я говорю, что я устал жить в греховной жизни, и хочется быть с Господом. И как попало спасаться? Зато он говорит, это уже точно губит себя. И вот, когда рассказали о вас, я решил это сладостное чувство общения за вашим пронить еще на год. Я говорю, боюсь, встречусь и сразу же потеряю на живот. Потому что не волнуйте ни на какие-то компромиссы, когда человек не по совести и не открыто это делает. Может, он как угодно может заблуждаться, но чтобы он стремился поступать по слову Божия, не по новостным человеческим. Она говорит, нет, вы должны понять друг друга, бойтесь друзьями. Я говорю, очень боюсь. Тем более, если я уже полюбил заранее человека, мне хочется чувствовать себя его как бы нужным мне. А может быть, я когда-нибудь задержусь чем-нибудь ему. Конечно, все друг другу нужны, и Богу нужны. Богу нужны. Хотя он всемогущен, он хочет, чтобы внутрь родились. Чтобы мы были его руками, его мальчами. Ну вот пока вы еще близко к консерсану и познакомились еще, я такие простые вопросы задам. Тоже. Ну, я пока не знаю, что вы уже знаете, как я к этому пришелся. Я говорю, как вы познали Господа. Да у меня история простая. Просто мать мне все это внушила. С раннего детства. С молоком матери впитала. Она была лично грамотная, конструктор. Со среднего образования. Но она молчитала, интересовалась. И уже была человеком необычайным. Высокой духовности человек. Она жила по словам просто. Всегда радуюсь. Не пристану молиться. За все благодарить. Она вот так и жила. Всегда. До последнего ее час, который она вырвала здесь, и здесь похоронена. Вот я сейчас сходил на нее в могилу, когда я почему задержался. Потому что сегодня ее сестра именинница, она с ней похоронена. И на нее вхожу сюда в могилу. Я спрашивал под братом, как ваша фамилия грима лица и на русский язык? Это на лим. Пустаре, это слово. Мень. Это так у нас называется, в Белоруссии называется рыба на лим. Да, знал. Мень рыба. Мень рыба. Это по голорусской фамилии? Да кто за то? В старинной повести 17 века, Ерши Яшович, там уже есть. Мень рыба, на стухай. Как мы фамилии, как попало, не знали. Это фамилия отца. А по матери фамилия была Василевская, потому что клетки мои в Польше жили. Далекие очень, где-то лет 200 лет назад. А вы по паспорту бежитесь по национальности, да? Я и время бежусь. А у вас отец и маки? Все. Да, и все. Значит, они соблюдали это, не смешиваясь с чужими народами? Ну, кто их знает. Во всем случае, мой прадед воевал еще во время войны 1812 года, уже на стороне России. А когда принято крещение, кто из родителей? Мать крестилась в верности, меня крестила в детстве. Нет, ну, мне кожи нет. Значит, интересы сегодняшнего еврейского народа для вас это не ваши интересы? В том смысле, как вы понимаете? Во-первых, мне интересы всех народу близки, а потом я себя считаю причастным, у нас уже это дело. Бог ведь ничего не делает в случае, он же Бог, греки, дайте, да? Ну, я думал, что мы не понимаем, мы тогда вопросы. Я понимаю, вот вопрос, это строится так, чтобы еврейского народа сейчас дождаться Мессии и стать во главе мира. А у христиан, конечно, совсем другое. Мы ждем Спасителя и готовимся к его приходу. Так у вас-то цель? Вы знаете, что английский народ во многом растерял веру. Если же в Израиле, я думаю, что больше половины вообще не верующие люди уже. Так что никого они не ждут. Ждут единицы. Единицы ждут. Вера, это потеря, давно уже была. И вот с 1939 года, а вы на сколько лет, Саша? Не на много, я с 30 лет. Ну, если Господь благословит, помимо друг друга, то можем быть почти братьями. Конечно. Ну, конечно. Теперь сразу про фамилию. Читали книги, Светлов, как он у него так был, и Боголюбов там. Да, дело в том, что я вначале писал свои книги, без автора, просто. Я писать начал давно, и они ходили все без имени автора. Ну, потому что читали его, злые друзья. Все знали, кто писал. А когда мы случайно попали на Запад, там прилепили эти псевдонимы, да, не привыкли? Это не вы? Нет. Вот еще один вопрос разрешен. Да. Я сегодня говорил, что если апостол, пророки подписывались своими именами, и под реакцию, как назвал уважением из Ляшинского, что не пригородность у какой-то, а таинственности, то хотел он лишь и с вами поговорить. Ну, почему не своим именем назвать? Тем более, дело в том, что... Это уже прошлое, потому что мои все книги теперь выходят с моим именем, с моей фамилией, даже с моим городом. Так что... Мы с вами даже не советовались какое-то... Нет, нет. Это просто прилепили довольно нелепые, надо сказать. Да, псевдонимы. Так просто разрешается. Да. Я же не могу писать. Ну, дескать, давайте, ребята, меняйте. Спасибо на то... Да. Один вот такой вопрос. У меня зять, ну, он был верующий, а сам по себе неплохой человек. И вот на корабле он работал, попалась ему книжка, там, ему длилось светло, о каком-то таком рассуждении обидное, что подаются анализы человеческого ума, эта книга, и нужно не все это понимать, что от Бога, я не читал. Но у него это вызвало такой переворот, что он стал еретик из еретиков, и притом в перевернутом виде секансов и отошел в один. Я на него потратил массу времени, при мне он жил, я едва-едва сумел вернуть его в луна церкви. Да не я уж, сам господь сумел, хотя бы прежнее, остаточнее, что у него было, вернуть. Что он читал, вот все с нами говорят, теперь она... Ну, не то, не то, не то. Видимо, на счет пророка, значит, смысл тот, что не надо понимать все так, что Иоанн Кит, конечно, не глотал, что водородки в печи не были, но так если Христос на них ссылается, то... Значит, в отношении Иоанна дело вот в чем, что священное описание – это Божье Слово, и нам важно, не то, что был на свете, мало ли, какие были события на свете, а нам важно, что Бог хочет нам сказать. И, например, когда нам рассказывается про историю, ну, скажем, милостерного самарянина, или притча о чем-то еще, нам не важно, был самарянин на самом деле или не был. Вот в некоторых случаях в Библии действительно описываются конкретные события. Иоанна, пророк, такой был. Но то, что там рассказано, вот в этой... Это притча. Но это есть доказательство, это не умаляет ни Богу огроменности, ни назидательства, какие-то. Вот. Притча – это Слово Божие, обращенное к нам разными способами. Разными способами. В том, чем способом притч. Притча – это нам понятно, но такие, к примеру, как пророка Иоанна, или книга «Царство к притчнику», она называется историческая. Иоанн Златоуст, и Святые Отцы, и Христос, ссылался на нее не как на притчу, но как на сам факт. Что притча есть, это, конечно, я понимаю, но он самарянин нет. Но он из этого делает вывод, что все вставить под сомнение, все Гиблию. Ну, это совершенно верно. Я говорю, а когда начали слушать Златоуста, я говорю, смотрите, для Златоуста доказательства, он говорит, так говорит пророк, допустим, Даниил или Иоанн, все конец, это высшая инстанция, обращаться больше некуда. А вот Аммануил Светлов сказал, я ничего не знал еще, я ж думал, что это человек, в общем, жил, и в начале этого лета. Я говорю, какой-нибудь евреем особо написал, я говорю, а ты, я говорю, берешь за основание. Нет, надо сказать, что такое понимание книги, книги Иоанны, разделяет сейчас вся богословская наука, православная, библиотеческая, и протестантская. Вы не найдете ни одной, в любой взятии энциклопедии, любой богословский справочник, там он скажет то же самое. Просто, когда мы говорим, что это высший авторитет, не потому, что там обязательно рассказано от слова слово, а это есть учение, которое нам преподано. И мы надо уметь понимать. И надо сказать, что же Янсадоус пишет так. Что в писании есть вещи, которые надо понимать буквально, есть вещи, которые надо понимать переносно, а есть вещи, которые надо понимать и так, и так оно идет. Значит, просто давать писание только от своего ума не всегда. Вот в этом очень. Иногда необходимо что-то разобрать. А вам эта книжка не попадалась где-нибудь? Я не читал, даже в руках не держал. Я такой, думаю, на месте я выясню, и это я ему дам. Я говорю, вот она, чтобы сам из ваших уст услышал, чтобы он вас не понял. Нет, он, конечно, не понял. На самом деле, эта же книжка из всех моих книг самая такая, я бы сказал, проповедническая, что ли. Слушайте, что она. Это Вестник Царства Божия. Самая посвященная, самым глубинам веры. Надо, чтобы вы ее бросили, чтобы было нет. У нее, к сожалению, нет, она не все время все на ухо. Я пока еще и не имею, но несколько вопросов задам, наверное. Вот есть моменты такие, как Бодрокин и Вагононской печи. На чем заставлены Иермос и Заткиевы? Вы буквально понимаете, что они должны решить? Или вся Киева как-то везет дальше? Видите, мы точно не знаем. Многих людей бросали в печь. И, конечно, Господь власти называет. Человек не только из мечей, но и от кулакова. Мы совсем не считаем, что Бог может ограничивать свое всемогущество. Но просто, если, скажем, пишет пророк Исаия, он пишет о том, что он верил своими глазами. Он говорит, какой-то царь, такой-то. Но пророк Данил писал значительно позже. И там уже все это дается путем сказания. Сказания. О чем говорит эта книга? Книга Данилова. Мне нужно сказать не историю, а это свидетельство о свободе веры. Действительно, был царь. Это был не Луходоносор. Не Луходоносор. Луходоносор его не преследовал. Теперь все, так сказать, известно. Это был его приемник. А Луходоносор называли его просто, так сказать, ну, предание называли. Ну, как называли Иван Грозный. Все такие цари были. Важно, что люди читали эту книгу в период гонения на веру. И они находили в этой книге утверждение, что Бог помогает и спасает тех, кто отстаивает свою веру, кто готов даже пожертвовать своей жизнью Владимира. Написана была книга Данилова в тот период, которая написана в книгах Макарейских, в полных изданиях Библии, в книгах Макарейских. Они изображают гонения, учрежденные Антиохом и Епифаном, против иудейских в этой связи на веру. Женщины, которые Владимира обрезали, детей убивали на глазах, а самих женщин сбрасывали со стенами. Известно, что старика уговаривали законника, чтобы он при всех нарушил закон. И он сказал, что я буду притчево-языцкой, если молодежно увидят меня, что я в роде своей жизни. Это все написано в книге Макарейских, первой и второй. И вот в этот период была написана книга Данила. Она с автором Богу-тохновенной, конечно. Безусловно, человек, через которого Бог говорил, он собрал сказания о том, что было до того, все поучительные и наделательные сказания с одной мыслью. Тот, кто стоит за веру, тот не должен никогда колебаться, и что Бог его избавит и спасет. А тот, кто погибнет, тот получит вечную жизнь. Надо сказать, что до этого ученых вечной жизни не было. Их впервые появляется она именно в книге Данила и в книгах Макарейских, то есть во втором веке до Христа Христова. Почему так получился этот долгий разговор, но так... Ну, я так и теперь на этом услышал. Но все святые отцы, я уже говорю, самых великих, Василий Великий, Евгений Вселенный, Григорий Богослов, и особенно много Иоанн Затууст, ни одного слова они не допускают в Библии переосмыслить. А то это написано как в разгумном подоносном, то да и аминь. Потому что дороже небо и земли сам, говорит, Бог оценивал. Это одно. А потом, что вы говорите, это несет в себе какой-то дальнейший заряд, чтобы они были верны Богу, это все на месте остается. Потому что если их бросили, и они не сгорели, и вышли, и вы допускаете. Ну почему теперь встает, ну как-то маленький такой, это счет, что может, и это не так было. И не при Макарейских, а я на Эпифана покажу, как в мире Макарейских. А фиганты вообще Макарейские не признают. У нас мы еще... Признают, да? Да. Ну это истина. Мы как православные должны признать. Но главное, что все святые отцы, они понимали буквально, зачем мне они начинутся. У нас, конечно, не совсем все. Потому что в социалистической отцов было несколько школ толкования. Антиохийской школы, это Ислян, Затауст, Днепрем, Сирин, частично Василий, великие, понимали буквально. Александрийской школы, Святой Григорий, Низкий, к нему привыкала в России и Дерландске. Они толковали настолько, иногда расширительно, что там уже у них многое совершенно исчезало. А есть еще несколько толкований. Все они друг к другу дополняли. Если об этом подробнее рассказать, то, пожалуй, что потребуется много времени. Но я скажу только одно, что святые отцы, они нам дали не окончательное решение всего. Они нам дали указание, как дальше развивать. Иначе бы все это стало и конец. Святые отцы, это не призыватели к тому, что пятьдесят назад. Что они все уже открыли разным себя, но только повторяйте. Они были очень смертными. Они себя не считали святыми отцами. Они вот так, как мы с вами. Они считали себя грешными людьми. И они дерзали. Дерзали, толковали, думали, спорили. У них есть противоположности. У одного сказано про это так, у другого сказано совершенно иначе. Значит, у святых отцов не было единомысля. Во многих вопросах. В Логматах, во любом Божьем области единство. Спорно, свобода. Во всем любовь. Вот иначе решение вопросов. А в Логматах немного, в Логматах, какие-то твердые основания, это совсем не так мало. Скажем, вот авторы священных книг. В Логматах, того не вы найдете, что все расходились по этому вопросу. Очень серьезно. Одни читали автор, одного, другого, третий. Скажем, о книге его десять волнений в отсутствии. Всех раз. Вот. Что я могу сказать, что вопрос это он, когда возникла книга? Чем она вам написана? И ее исторические огромности? Это вопрос не веры, не откровения, а вот вера у нас. Этим может заниматься наука, не мешая вере. Все равно, как устроена земля, а как устроена вселенная. Это вопрос не веры науки. Вопрос о том, в каком году был такой царь, такой, это должна разбирать наука. Но вера все равно. Для меня не важно. Ну, в таком году, или в таком. Для меня важно, что сегодня мне Господь говорит через них. Но ученый может указать, что здесь вот какая-то строка какая-то. Мы верим в то, что Слово Божие передавалось через Слово человеческое. Слово человеческое он всегда, не совсем совершенно. На священном писании есть никаких разночтений, неясностей. Это же люди писали. И ошибки могли быть у переписчиков. Сколько вариантов. Знаете, у меня вот есть Библия, где указаны все варианты в каждой опице. Оказалось, что там сотни вариантов. Какой из них точный, неизвестный. Но основная священная сохраняется. Ну, там сказано в Мураде, сказано, как Бог убил. Вот. Деяние, как в одном месте, в Иерусалиме, в другом месте, в Иерусалиме. Меняет немножко смысл. Но для Белы это ничего не имеет. Пожалуй, туда или туда. Для Белы. Для того, чтобы... Кто верит, что Господь открывается через это Слово Человеческое, что это и есть Слово Божие, тот на все это легко может понять. Священное Писание есть не просто Книга Человеческая, и не есть просто Книга Божия. А это и есть Книга Бога Человеческая, как Христос был Бога Человека. И в ней отражается и характер авторов. Например, Василий Великий и Блаженый Иероним пишут, что у Исаии, Словости, красивый, у писателя, сохраняется его лицо полностью. Его эпоха, в которой он жил, язык, на котором он писал, его понятия, представления. Он как человек. Он не просто инструмент, который безсознательно записывает то, что Бог его внушает. Нет. А это он соучастник Божий, сотворец. Он пишет, что писали Бог в человеке, святые Божьи. Вот тогда же сказали, что как Бог и человек одновременно, то и писал тоже, и одновременно участвовал в написании Библии Бог и человек. Наверное, все время подчеркивать, что человек движенный Духом Святой. Конечно. Не так, чтобы не сели с вами, и будем их придумывать. Прошу, если Господь заходит через нас, сказать, может и нас другом, так сказать, этим образом. Это уж так, где его будет. Ведь он, наверное, вслед сюда стал заговорить, когда он... Так. А вот Вы сейчас, которые книги писали, первые Ваши, может быть, лет десять или больше назад? Больше, наверное. Так. Теперь Вы заново берете или, может быть, и кое-что читаете из них. Вам не кажется, что кое-чего следовало бы сегодня, может быть, уже и обещал. Да, менять и... Да, я даже несколько книг переписывал заново. Сын человеческий обещал заново. Ну, мне было сейчас двадцать лет, когда я писал. Ну, а Вам... И сейчас уже... Я совсем не понимаю, так правильно. Вы не обичиваете человека? Нет. Если дружбу человек может строить и не обичиваться, то это развод не минует. Нет. Нет. А вот такие моменты, когда-нибудь у Вас были в жизни, я хочу сказать про себя, что было, что я писал, то же, что я писал из стихи, что потом самому было нежелательно и даже слышать, что хотелось, чтобы это, поскорее, в другом месте стерто было. А год, в смысле, каков немного прошло только. Вот у Вас то, что написано, и разошлось. Такие моменты были, это написано, за что сегодня, уже сейчас. А даже, поди Вашей себе, это так стыдно тоже. В чем одиночество? Я ничего не скрываю. Я сжег 10 тысяч машинописных страниц собственных. 10 тысяч. сжег, у меня есть такое же, гиену домашнее, на улице, я там жгу. Так что я очень, написал книгу, я ее сжег через месяц, после уже написал, все, у нас сжег, начал сжег. Вот. Что касается того, что у меня было, то, я не удовлетворен очень мелким. Очень мелким. И мне называть, мне пришлось две книги заново переписать, от начала до конца, хотя они уже выходили в нашим тиражом. Так, но Вы, видимо, так представляете, и маленький ребенок, что это несет, допустим, особая информация. Если в ком-то из малых сих Вы поколебываете веру, как случилось, запустим, здесь усадим человека, то всей Вашей жизни писанина не хватит, чтобы расчитать за это. Врачи, можно сказать следующее, что у меня столько людей обратилось по влиянию моих книг, что можно и написать Господь о чтении. А знаете, как это тоже было, вот те же книги, из которых я начал Бога искать, что если тысячи людей будут прославлять Бога за меня, и только один, говорит, проклянет, и ни одного слова слова не дает, а проклятие, возвратиться на волосатое теме. Да. Надо сказать, что я все-таки могу только утверждать, что человек доволит и надеется, что через него согласно не будет, он больше ничего не может сделать. в конце концов, мы все слабые, грешные люди, и мы просим, чтобы Бог действовал через нас и оградил от соблазна. А вот когда, вот видите, что ваши книги имеют такой авторитет, если люди верили, что автор имена Амоз, Даниил, и именно так, если как понимано после Златоуса, не всекратского понимания уже, а теперь человек читает вашу книгу, лишь же вы склонны к чему, чтобы он поверил, как он и верил, по святым отцам, или склонны на вашу сторону, на ваше внимание. Внутренне как бы вы хотели. Внутренне. Дело в том, что я над этим долго думал и понял, что пока мы не примем уже давно принятую в богословии православным, католическую, мальтистанскую, дополнительную научно-критическую методику, мы не разбьемся в очень многих вещах священных писаний на рынке, закрытых от нас. И этот самый новый подход, который православные богословы причем очень надающиеся, не примерно, а всемирно известные, которые приняли, защитили, отстояли, что это очень много дамы. Это не моя придумка, это не то, что я взял придумал отец Александр. Это ценные поколения уже работают. Это написано в городе новое. Как в нашей церкви, так и в других. Просто пришло другое время. Добавить тем толкованиям, которые были, оригарическим толкованием таким, ухваленным толкованием, проказовательным толкованием, добавить еще еврейско-историческое толкование. И все вместе они дадут нам нужную картину. Вот. Теперь расскажем так. Если человек, который подумает, что что-то написано не тем, не тем веру поколеблю, значит, у меня не было веры. Это не вера. Потому что... Вот был такой писатель, русский Алексей Испаныш Камеков. Он сказал, пусть окажешь, что послание от Грибы написано Павловым. Церковь скверзла, а мной написано. Это мое послание. Церковь принимает эти тексты не потому, что написал Евангелие, Киев, Феодор, а потому, что церковь опознала сначала Ветхозаветное, а потом Новый Завет. В этих текстах, наверное, было куча. Сколько осталось этим антографически. Опознала в них, Духом Божием, опознала в них истину, говорящую с неба. Вот. Поэтому Церковь сама выбирала. Метхозаветная Церковь отбросила очень красивые книги. Книги Еноха. Мне она уваженнее была по крестам. Послание Иуды на него, прямо ссылки на спину. Вот. Метхозаветная Церковь. И теперь мы понимаем, почему. А я снова к этому вопросу возвращаюсь. Вы конкретно мне, да, Ирина, вот теперь уже вы даже не должны, или в другом слове сказать. Человек верил вот так. Вот простой христианин верил. Я же это ложь. Понимаете? Для меня лично вот это ошибка. Я просто подумал, что человек верил, что земля нет в форме чемодана. А я установил, не я лично, а вот. Мы установили тысячи людей, что она кровная. Зачем же человек жил ради веры во лжи? Вера должна не бояться истины. Вера должна идти смело на встречу правду. Если человек считает, что вот правда заключается в том-то, он должен ее отстоять и показать мне. Почему? Вот если я говорю не злой лица, а от лица богословов, что вот мы, министы-богословы, на протяжении 5-10 лет изучили вопрос, пришли к такому вопросу. Если вот считаешь женой другой, покажи почему. А вера стоит в обоих непреложных. И так, и так. Люди верили, когда они считали, что земля плоская, когда считали, что земля круглая. Теперь верят, когда знаешь, что земля вращается вокруг Солнца. Это вопрос вторичный. Верить в Бога, в Его откровение, в Его истинное Писание можно при любом научном подходе, в том числе и в священном Писании. И поэтому я бы всегда предпочел, чтобы люди смелее и честнее подошли к вопросу, и не говорили, а отцы сказали, что я буду снимать на печи и все. Больше ничего нет. Я почему о книгах спрашиваю? Это будет Ваша или награда перед Господом, или проклятие в аду? Ну, что делать? Ну, поэтому, если я Вам сейчас говорю, сейчас и вопросы много задаю, потому что, если бы Вы не писали книги, обыкновенный батюшка барабанил и домой пошел, мы бы с вами не встретились. Я бы с Сибири по мне приехал сюда. Вот вот о книгах, о книгах хотелось сейчас еще немножко сказать. Вот как Вы сейчас думаете, что если Вы люди, вот сейчас, которые читают книги Ваши, и в них вера эта укрепляется? И Вы говорите, и я не могу в этом сомневаться, что действительно, может, там, множество людей, тысячи... Но цель моя — укрепить веру в людях. Но укрепить не за счет лжи. Понимаете, я не хочу грамма лжи ради укрепления веры. Не нужно это. Все фельдцы. Богу вся эта шарманка не нужна. Ему нужна только правда. Если я убежден на основании определенных вещей, что вот это правда, я буду строить на этом. А всю золотую кучу, которая была в лжи, не нужно Богу. Его не надо, так сказать, защищать фальшивыми вещами. Не нужно. Он не нуждается. Хорошо. Ну вот, судя по тому, как Вы здесь смело говорите об этом деле, а дело это весьма небезопасное в этой области, в которую Вы вторглись. Я Вам это очень хочу сказать. Что делать? Вы идете по грани остро отточенного кинжала. Что делать? Или оставите позор, если на всю жизнь где-то... Или в самом деле осанна воспоют при Вашем исхождении из этой жизни? И судить будет жизнь. Да. Мне не приходится. Надо сказать, что это я не придумал. Это мне было дано благословение ни раз. И книги мои были одобрены многими епископами. А откровений так вот Вы никаких не имели? Только кроме того, что с людьми разговаривали, путем разума постигали, изучения? Много раз. Много раз. На протяжении всей жизни. Потому что писать начал с детства. Пожалуй, пишу, сколько себя помню. Кратко, хоть несколько моментов таких скажите. Это все сокровенно. К сожалению, не могу этого сказать. Но это Вы чувствовали? Или в чувствах, или в видениях было? И всякое было. Может быть, это... Ну, хотелось ближе это дело узнать. Но это не могу задавать. Вопрос непростой такой. Да. Ага. И вот сейчас, когда Вам приходится, может, где-нибудь бывать, вопросы по книгам Вам кто-нибудь задает? Вот так вот. И с батюши, который читает их. Потому что они в руках у священников тоже есть. Да. Ну, Вы знаете, я, откровенно говоря, мало вообще вылезаю. Я больше занят в приходы дома. Мне некогда. Но бывает, что задают некоторые, просят книги. Некоторые сомневаются насколько. Но многие не читали, к сожалению, их книг бывало. Знаете, есть такая латинская пословица. Сделал то, что мог. Если другие сделают лучше, я буду говорят, пусть сделают. Пусть сделают. Да. Вот относительно книг, конечно, вопрос для Вас это очень большой. Он, может, даже и болезнен. Вы уже вкусили, что означает слава в той мере, которая не каждому доступна? Например, что меня в ПГБ брать спрашивали. Вот вся и слава. Что мне всегда могут припаять за это дело. Вот и вся слава. Я специально этот вопрос поставил, потому что слава и власть, они неразрывные братья. И однажды взявшись за это, властные человеки едва ли отпустят ее? Дорогой мой друг, когда пишешь книги, которые не печатают, у меня же последние печатали официально в советских, ну, в наших церковных журналах уже давно. Правда, там много печатали, но давно все это было. В 50-60-х годах. И оно печатало около 50 статей там. В нашем журнале и в наших журналах за рубежом. Православные. У болгарских, у немецких и других. У итальянских. Вот. Славы никакой я не имею. Я даже не только ничего не имею за это. Даже собственных книг не имею, чтобы дать вам прочесть. А за то, что отпечатают на Западе, там их распространяют, вам они за это ничего не откладывают деньги? Никакие? Нет, это бездоходное издательство, оно чисто такое, церковно благотворительное. Они работают для того, чтобы сблизить церковь. Они печатают православных, там, архиепископа Лукуна печатали, наш владыка Вениамина, там еще кого-то, и мои книжки. Ну, в общем. Значит, такое, как у Солженицына, что печатали, в банке откладывали ему там за это деньги. Это на религиозные темы? Абсолютно. Нет. Абсолютно. Ни копейки не лежит. Ни в каком банке. Вот сейчас вы так, если так смело об этих вопросах рассуждаете, то, думаю, здесь нам проще будет сойтись. Это основной вопрос был. Как смотрите на то, что Евангелие по Риме, апостолы и все числи считаются на славянском языке? Хотя бы это, ведь можно бы для народа дать, когда все есть. За что русский народ так презрен? Вчера я был у своего духовника, одного архиепископа. Он ввел в себя чтение по-русски апостола. Это уже диво как бы считается, понимаете? Диво. Его уже там клянут. Хорошо. Но если у вас все-таки хватает на то, чтобы за эти книги стоять перед КГБ, то ведь как... Нет, я ничего не стою. Я ведь... Ну и вызывает. Я не пишу политики. Тоже специально не вызывает. Потому что в политике я не пишу, я не занимаюсь этим вопросом. Я занимаюсь наукой, богословием, все это. Ну а сейчас вы могли бы у себя сделать так, чтобы вы все-таки здесь сейчас один, батюшка? Нет. Нас двое. Я не настоятель. Так что... Я единственное, что могу делать, я стараюсь немножко, ну, приближать чтение церковнославянское к русскому языку. Ну, вместо живота и покоя, жизнью и покоения. Когда читаю Евангелие, я стараюсь убирать слова непонятные. Ну, то, что в моих силах. Ну, у нас батюшки делают так есть. Вот выходит он, большое Евангелие, а вытаскивает из кармана маленький, а ложит сверху и начинает читать. Я знаю то, что вот выходит, допустим, он уже за восемьдесят с лишним лет батюшка, и кажется, не ему бы так передовым умом здесь пошевелить немного. Нет, он сделал так, как молодые не могут делать. Начинает запев первые две строки, читает по-славянски. Ложит сверху Библию и по-русски Псалтырь начинает нараспев читать. Молодец, молодец, это прекрасно. Я сторонник перехода на русский язык, но тут я не властен, потому что я тут не один, и на меня все время охота идет в этом отношении. Каждое слово смотришь, чтобы я не нарушил предание старцев, знаете. Хорошо. А вот теперь я уже не по порядку эти вопросы, они складываются так. Было обновленческое движение. Вы коротко не могли бы сказать причину его поражения? Хотя бы минуты в две так. Основные... Одной фразой скажу. То, что оно не захотело быть обновленческим. Первое. Второе. То, что оно было предательским. Все. Почему это захотело очень быстро? Значит, церковь нуждалась в реформах. Наиболее активные силы церкви в это время оказались в изоляции. Кто за границей, кто это самое, кто то... Остались консерваторы. Они не хотели никаких реформ. И обновленцы буквально тут же все это русский язык, все отменили и все стали служить по-старому. Только что у них двоеженцы были, священники. Это первая причина. Они, испугавшись, отказались от реформы. И когда в 46-м году умер митрополит, то... А чем отличаюсь? Опять же, ничем. Оставайтесь в РПЦ. Вторая причина, что они были предательски настроены, это... Пытаясь укрепить свое положение гражданское, они писали на людей. Навалом писали. И тогда это грозило не просто штрафом или даже тюрьмой, а хуже. Поэтому Бог не дал им развернуться. Лично Ваше мнение о том, что русский язык все-таки за горами где-то или маячит? Хотел бы, чтобы... Чтобы это дело было, но... Просто даже не верится, что пробьется. Давид, конечно, много... даже не от епископов. Многие епископы... У нас был митрополит Никодим в Ленинграде. Он вел по всему Ленинграду чтение апостола на русском языке и еще кое-что. Он умер, перетрудившись. Его преемник все это поломал. Упять по-славянски за чиликань. Все. Так вот это чиликань это ведь и смерть несет. Люди не знают Писания и потому погибают, Златоуст говорит. Это всех устраивает. Если всех устраивает, то каково же это руководство тогда и куда мы пришли? Если смерть в посомах устраивает пастырей. Ну, давайте своими словами назовем все вещи. Вы же сами понимаете, что вы Златоуст тогда говорил, вижу, говорит, свиней, стадо свиней, я в конюшни, говорит, служу. То что сейчас-то вы на свою пасту смотрите? Кто вы? А эти, в общем-то, каков поп? У нас есть немало епископов, которые хотели бы перейти на русский язык и тем частично. Но столько же противников. Это говорят красивый язык, старославянский церковь. Более того, кто-то из наших архипастырей, даже очень высокий я не буду называть, потому что я не помню точно, сказал, что разговоры все эти глупые. Потому что церковь, славянский язык, он родной для русского народа язык. Родной и непонятный. Помираете вы, охаянные грешники? Да. А вот то, что у вас тут приходится часто требовать совершать на русском языке, если вы сегодня стали совершать крещение, у нас есть такие пастыри, венчане на русском языке, то есть то, что уже переведено, это есть. То вы могли бы это делать? Вот к вам придет человек, который желает, чтобы это вы сделали. Конечно, но в частном порядке. В храме, конечно, тут же меня закидали бы камнями. Но я все-таки стараюсь приближать к русскому языку тексты, которые я читаю. Но если вы считаете, что русский язык должен быть, но кто же будет начинать? Вы, похоже, что и боитесь уже, что как бы вас не закидали. То есть более благоразумно нужно поступать, ждать момента. Дело в том, что если бы я был епископ, у меня было бы право на это. Понимаете, я ведь подчиняюсь непосредственно. У меня есть настоятель, у меня есть епископ. Все ясно. А архиереи говорят, если бы я был патриарх. Знаете, там дальше отговорка другая. Нет, нет, почему? Многие архиереи действуют на свой страх и риск. Патриарх им не указывает. Патриарх дедушка, их едва ходят, и все на него пальцы. Вообще, на самом деле, епископы делают. Но противников этого много. Но надо сказать, что в нашем приходе у нас много людей, достаточно просвещенных. Сегодня мы попали в такой день, когда мало народа, потому что сегодня я не служил. Служить должен был он, а я случайно. Мы с ним переменялись, он в отпуск ушел. А так, когда весь наш народ собирается, у нас все службу знают. Хорошо. Ну, кроме того, тут есть еще одно соображение, которое я не упущу. Тексты богослужебные, вещь серьезная. Вот мы пришли тогда к вам в храм. Перед самым входом, я думаю, та же, как везде, или не так. Ну, потому что храм маленький, то отличается уютностью все. Но вот два алтаря, зачем у вас в храме установлено? У нас один. Два. Один мамоний, другой Бог. Для чего у вас торговлю в храме? Торговлю в храме для чего? Вот. Тогда к вам Христос придет к задним дверям, чтобы выбросить это все. Или не дошел еще? Дело в том, что вот я был недавно, этим летом, при Баловске, в католической церкви. Там ничего этого нет. Нет. Они ответили так. Если бы у нас это было, по иконам, как у вас отходит Лобзай, говорит, целуй. Мы бы убили его на месте. Вот она как ответила, католичка. Настоятелю греческого храма. При мне. Вот и все. Ну, не знаю, насчет того, что там убили его. Ну, это ее мнение такое. Видимо, еще остатки ревности к этой осталось, инквизиции. Но этого, говорит, не напустили бы. Что у вас? Не хватает на кладбище места здесь или во дворе? И, притом, везде все общее. Значит, да. Я вам сейчас скажу. Когда я был настоятелем перед этим, я ящик вынес из храма, поместил его в притворе, загородил стенкой и сделал окошечко, как вот в кассе. И там люди покупали свечки. Но покупали из храма? Нет, они покупали независимо. Это было вне пределов храма. Вот это дело. Вне пределов храма. Но здесь-то я не настоятель. Ну, ни в одном кинотеатре во время сеанса не торгуют. Ну, что же мы поставили хуже? Хуже и нет хуже. Резон, дорогой мой. Конечно, резон. Так это всеобщая очередь. Да, да. Да какая же это служба-то у нас? Златоуст говорит, прекрати службу, наведи порядок. Верно. Верно. Ну, так кто будет начинать? А Златоуст говорит, ты начни, говорит, и все остальное будет приписываться тебе, как родоначальнику Доброго Дела. Но для этого мне нужно иметь свой храм, чтобы я мог начать. Но меня его отняли. А у батюшек, у которых есть свой храм у настоятелей, другую причину выискивают? Не есть это главная причина? Нет, почему нет? Некоторые церкваши с этим делом управляются. Кто хочет, тот управляет. Может быть, на сотню едва ли один, и то на половину, две точки. Одна все-таки в церкви, как во Фрунзе, а другую во двор сделали. Это борьба за копейку, которая снова пойдет в погибель. Да, конечно, безусловно. Вот поэтому Бог нас и наказывает, поэтому он не дает того, что мы ждем. Понимаем. Вот в чем причина. Но разговор без хозяина, как говорится. Потому что для этого нужно иметь полномочия в церкви. Или пророческое призвание. Пороческое. У меня нет харизмы обличителя. Вот, чтобы я мог прийти и сказать, да будьте вы все и так далее. Нет такой харизмы. Бог с вами не верит. Вот. Но есть у нас такие, которые вначале. Но обличать, конечно, эту публику все равно, что щекотать слону в ухи перышком. И все это. А вот вы сейчас не думаете, что как проповеднику и труженику на Ниве Божией вы себе приговор выносите этим, что публика-то ваша все-таки, не чужая, ее не горпло мучает, а вы. И вот щекотать ее нервы так загрубели, они не понимают, чему от света отличить не могут. Это же ваша паста, ваше научение. Верно. Но я стараюсь сделать то, что я могу, чтобы разбить эту стенку. Вода камень точит. Ну, Бог в помощь. А теперь вот, что у вас? Мужчин разве совсем прихожан нет? Да иногда очень много. А почему женщина в алтаре сниет? Вот для чего спрашивается. Это поставил настоятельно. Опять настоятельно. Но зачем она женщина? Это единственное место, где мужчина может скрыться. Мужчин? Да. У нас, конечно, в храме довольно много мужчин, мы от женщин не бегаем, мы не боимся. У нас много мужчин. Это неприятное зрелище, когда женщина там шуршит, подолом заходит. Крайне неприятное. Я знаю такой, по благословению архиереи были, скажу, у моего брата родного, он настоятель Тобольский сейчас. В один день отрубили и все кончилось. Ну, у меня было, знаете, кто-то пришел настоятель, у меня было пять алтарников, все были мальчики. Он их всех сразу разогнал. Не сразу, брат, постепенно. Помните всех? Был и Тищенко, и Кифов, все держали. Нам не нужны были эти. Но вы сами, если бы сейчас от вашего волю все... Я бы все вернул, конечно, в прежнем месте. Так. Нас, мужчин, хватает. Теперь относительно крещения, один из самых больных вопросов. Почему в православии перестали совершать погружение, а все-таки обливанцев и как попало в одежде, лох помочить и расходить? Не научает, не отречение от злых дел, хотя на словах это есть. Все ложь идет, стопроцентный брак крещения. У нас 17 тысяч в одном храме крестят в Варнауле, и ни одного из них в храме не остается. За 10 лет 170 тысяч крестили, и один человек не остался. Где у нас все? Это Леонтий, там, Ахим. Нет, сейчас у нас Геон. Это везде, я просто... Нет, это все. Значит, дело заключается вот в чем. Что крещение есть действительно настоящее таинство, когда приносят верующие родители, верующие, с верующими крестными, принять детей в цель. А когда приходят эти мужики, которые у Вани не знают, как перекрести, родители крестят ради того, чтобы ребенок не болел, это просто насмешка над таинством. Вот. Что можем мы тут делать? Разъяснять? Ну, мне проще тут. Потому что я веду иногда, когда есть возможность, беседы с крестными, с родителями. Рассказываем, особенно когда взрослых. Но это делают немногие. Вот, опять-таки, я был на днях за епископом, который показывал ставленникам, новым, которые будут руководятся, он делаем образцовое крещение. Он сам крестил, младенцем. Он говорил вступительное слово. Потом делал оглашение. Потом объяснял, что такое оглашение. Потом снова слово, потом крещение, потом опять. В общем, такая действительно назидательная была. Ну, я надеюсь, что от него перимут люди в его епархию, кто захочет. Вот. Что касается, значит, меня, я, вот скажем, взрослых вообще не крещу. Стараюсь не крестить, пока они не пройдут в квадровной библиотеке. Месяц, два, три, полгода. Год. И только тогда оглашение. И только тогда уже. А крестить то взрослых будете тоже хлопчиком мочить? Купил это у вас нету? Ну, на основании, значит, в отношении воды, то в учении 12 апостолов, вещь, которая написана почти в апостиске, она сказана, что погружать необходимо, но в случае крайней необходимости можно и обливать. Ну, конечно, Московская область перетерпела 100-летнюю засуху, воды не хватает никак. Но были случаи, когда вот у меня тут есть пруд, и я крестил прямо в пруду. Вон, до церкви. Я хочу сказать очень, здесь, видимо, у нас все-таки, опять же, то же самое, нет ревности и страха Божия. Делаем дело Господне небрежно. Почему пророки сказали 48-10, вы сегодня говорите, делающий дело Господне небрежно, проклят? Это не случайно все-таки. Почему здесь же вот мы пошли на Рогожское кладбище, старообрядческий храм? За все время существования, 150 лет, ни одного младенца, ни одного взрослого в троекратное погружение, чтобы не погрузить, не было. Рядом еиноведческих ни одного еще не погрузили с полным погружением. У нас сегодня день такой. К нам приехал... Ну, надо сказать, что я поперебьюсь. У старообрядцев они крестят тоже, но это крещение формально такое же, как у нас. Хоть они их макают целиком, но на самом деле они их не наставляют, не катехизируют, они уходят все в степь. Они ничего не знают о вере. Аминь, но я говорю о погружении, только о погружении сейчас. Почему у нас этого даже нету? Дело в том, что для взрослого человека погружение надо устроить купель как серьезное. А баптисты же строят, адвентисты строят. Мы что, обеднели или что? Мы за год водки больше выпиваем, чем у нас купили воды. Конечно. Но надо сказать, что только в одном месте, именно в Переделкино. Так вот, сегодня у нас поехали люди креститься в Переделкино. Проехали все везде. Вчера были в Троицке, хотели там покреститься. В Загорске не могли. Приехал баптист еврей. И Господь коснулся сердца после десет. Решил им принять истинное православие. И крестить мы оставим, и Он желает, как положено по-христиански. Не просто стоял одержан в костюме, при галцике ему лоб помочили. И нигде не могли во всей Москве найти. Поехали в Переделкино. На сегодняшний день договорились, что сейчас должно быть крещение. Да, там есть такое крещение. Так это в Москве. А в Ярославской области, говорит, ни одной не скупели? Что? Я все-таки больше придаю значение духовной подготовке человека, чем самой форме крещения. Потому что Дух Божий действует, даже если есть и капли воды. Важно, чтобы была вера, Господь, Дух и встреча Бога с человеком. И вода, как символ. Даже если нет воды, песок, как у нас. Если нет песка, там снег. Но лишь бы сам человек. А погружали раньше всех. Погружали, а что? Да погружали, что получилось. Это все верно, что говорите. Но нельзя одно от другого отрывать. Нельзя отцы заповедовать. Слово «крещение» означает «погружение» в переводе, дословно. Но я изучал греческий язык. А также и означает и то, и другое. Омовение тоже баптизмом. Никуда не веришь. Омовение. Но и этого нет, вот сказать. И омовение... Причем, между прочим, есть фрески первых веков христианства. Здесь изображено крещение. У меня есть фотография чего-то. Там крещение обмывали. Это четко уже. Ничего не позволяет. Человек стоит над ним, держит вокруг. И все. Ну вот, если бы сейчас спросить еврея, а у нас все-таки крещение – это сама истина, а обрезание – прообраз. То они обрезать могут чуть-чуть или как положено? Сказали бы, достаточно ложечком черкнуть чуть-чуть, там, миллиметры за десять. Нет, сколько положено, так и делается. И они точно знают, вымеряют все. Правильно. Если мы будем подражать ветхозаветным иудеям, то мы вернемся опять в ветхий завет и будем цепляться за мелочный обряд. Зачем подражать этому? А дошло до чего сейчас мы ничему не подражаем? Ни в чем нет строгости. У нас есть строгость. У нас есть строгость, чтобы свечки ставить, чтобы… Люди всегда найдут чем заниматься. Пустяка. Это найдут. Да. Главное, чтобы был жив дух. Дух. А форма, она проходит. Сегодня так, завтра так. Вот один нам пришел без Игдрахиля, не может служить по нехилю. Игдрахиль – люди придумали. Это не Бог дал. Понимаете? Все это человеческое. А Господь дал свое рукоположение. Господь дал. А Игдрахиль – это знак. Может быть, может. Я могу взять полотенце, осветить ее и надеть. Все. Ну, вот венчание, когда проходит. Тут уже никак не скажешь, что малые дети, взрослые. И вы видите, оба неверующие. Зачем венчаете? Ну, у меня таких не бывало. Я всегда подходящий. Везде, знаете, это не прихожане. И ничего он не знает. И не думает быть здесь. И бывают живые жены у них. И он говорит так, что и не думает. Во-первых, у них есть паспорта. Мы проверяем там, первый брак или какой. Во-вторых, при венчании, вот, уже акт мужества, что вот эти люди, которые женились недавно, и хотят все-таки повенчаться. Понимаете? Это тоже акт. У них смутная вера. И от них требовать многого нельзя. Тут стараешься им рассказать. Во-первых, они в этот день причащаются, исповедуются. Какие-то начатки. Ведь спрашивать можно с кого? Кому ты дал что-то? А эти люди ничего не получили. Как я могу спросить, мол, что ты знаешь? Скажут, ничего не знаю. Учил в школе. Мне там говорили, там, народу всякую. А почему нет оглашения? Я говорю, оглашенные изведите. И никто не выходит, все стоят. Опять же, это только фраза, фраза. Ну, во-всем еще люди благочестивые. И во-всем еще в нашем переходе это люди знают. И оглашение у нас есть, и они знают это правильно. И не присутствуют. А неверующие совсем присутствуют. Не оглашенные могут... Совсем даже никто. Неверующие стоят. Тут есть, конечно, своя трудность. Потому что возраст в ранней церкви, он учитывал, что все известны. Ну, скажем, мне тут известны в храме. Ну, а в большом храме, ну, возьмите Елохово, стоят там тысячи... Вот я служил в Тарасовке, у нас каждое воскресенье две литургии и по две тысячи народа за каждую. Кого там увидишь? Он оглашенный, оглашенный, не поймет, что там тьма тьмущая. Тут надо в микрофон кричать. А вот почему не знает, что батюшка решил быть и председателем колхоза, и бригадиром, и все должности взять один на себя. Что вы не привлекаете народ. Я скажу, допустим, вставление у баптистов. До двадцати тысяч членов приход. И всех до единого знают, и членское собрание ни один посторонний не будет. Что же мы оказались ниже всяких секрадок? У нас не тоже члены. У нас, когда человек крестится, приходит. Вот сейчас делает это потихоньку. Я сегодня как раз это намекнул. Что нас все-таки за это не вешают. За сам факт. Однако мы боимся. Конечно, мы не можем заставлять людей идти на подвиг. Подвиг – это то, что должно рождаться в душе у каждого. Собственное, так сказать, движение. Упадок налицо. Упадок. Но отчаяния мы не поддаемся. Я уверен, что Господь не оставил драку у нас. Теперь, когда вы исповедуете, приходят к вам прихожане. Примерно из ста человек сколько у вас не допущено до причастия? Приблизительно. За грех какой-то исповедует человек. Правило каноническое говорит. За прелюбодеяние 12 лет Василий Великий говорит. Правило действует или нет? Столько я знаю, все мертвы. Нет. Безусловно, недопущение к причастию существует. У нас и я не допускаю в определенных случаев. Но отлучение от причастия на такие долгие годы возможно было только в обществе, которое формально было христианским. А здесь это значит, что человек просто выбросит из церкви навсегда. Он больше никогда не был. Когда так задавали златоустцу, говорят, ты так строг, они уйдут к юридикам. Он говорит, пусть идут все, никто не держит. Как Христос сказал, не желаете ли вы уйти? Что сейчас одно название, вводящее в заблуждение других. Никакой строгости, ни за что не отлучается. Не мы ли сами виновны в этом? Ну, я, так сказать, имею право, что и каждый священный, решать здесь по своему усмотрению. Насколько времени, когда не допущен человек. Это дело духовника. Но мы все-таки это делаем, практикуем. На годы отлучаете, хотя бы не на 18 лет, но хотя бы на 3 года отлучаете? Нет, это идет не больше, чем на несколько месяцев. Не больше. Но почему? Для кого тогда правила написаны эти? Почему книга на Маканон не действующая? Вы знаете, надо сказать, что я вообще в них не верю. Я считаю, что Маканон устаревшая и вредная книга. Это мое личное убеждение. Что его не продиктовал не Дух Святой, а средневековые христианские толмудисты. Это настоящий толмуд. Это, если его почитать, с Евангелем ничего общего нет. Это как раз книжники и фарисеи враги Христовы составляли на Маканон и прочее все. Вот сейчас, когда вы говорите, это давайте вообразим. Вот здесь вы находитесь, Александр Мень. Здесь находятся святые отцы соборов и здесь Василий Великий, написавший 90, допустим, правил. Так, значит так, Григорий Богослов, призывая его свидетелей. 381 год, Второй Вселенский собор. Григорий Богослов встает и говорит, что это собор? Это просто стая галок и ухажет сюда, и ушел. А что говорил блаженный Иероним про эти? Даже неудобно говорить при данных. Они очень резко отзываются. И о правилах, и о церковных соборах и собраниях различных. Очень резко. Тогда что же осталось у нас от соборов, если говорим веру во святую соборную и чтим правила? А это неправда. Никакой у нас нет соборной. Посмотрите греческий текст символа веры, вы увидите, там написано кафолика. Это значит веру во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь, а не соборную. Соборный церковнославянский перевод и выдуманный. Хорошо, а теперь тогда речь полезна. Вот вам любой скажет, так сказать, ну, посмотрите просто обыкновенно. О соборе речь зашла. Восьмой вселенский собор, о котором много говорят и некоторые со страхом, должен быть или нет? Ваше личное мнение? Ммм. То есть после чего должны все-таки прийти мы к единению под единой главой, патриарха или папы? А иные понимают, что воссядет антихрист. Я не верю в то, что воссядет антихрист, но думаю, что этот вселенский собор еще далеко. Хотя ближе, чем раньше планы. Вот. Ему должна предшествовать работа по сближению христиан различных исповедов, чтобы они друг другу научились не ненавидеть, а понимать. Тогда можно садиться на собор, а пока друг другу плюют лицо, какой же собор? Будет побольше. Тогда попутно об экуменизме. Тоже кратко. Ваше мнение. Что это? Веление времени? Или просто? Веление Христа. Да будут все едины, и да будет единострад один пастырь. Но это они не этим занимаются, а как раз общая нивелировка идет. Это ошибки техники, а суть правильная. Так вот, что по сути-то правильно, это в жизни-то как раз не притворяется. На местах батюшка исповедов не ходил ли к сектантам, не посещал ли раскольников. Вот за это эпидемия тут сработает сразу. Священник имеет право не рекомендовать ходить к сектантам того, кого он считает лично слабым в вере. Ну, лично. Я некоторым не советую, а некоторым, пожалуйста, иди. Это выбор. Вот. Что касается того, что дело хорошее делается вяло и плохо, они бы не скажут. Иди, мол, и сделай лучше. Но они, может быть, будут на своем праве. Не так все просто. Не так просто. Кто-то языком министу работает хорошо, кто-то работает плохо. Где-то нивелировка, а где-то нет. На самом деле, католическая церковь ведет здесь работу правильная, по-моему, замечательная. Никакой нивелировки. Все передано на национальные языки. Каждые 16 обрядов и все разные. Вот. Теперь никто не имеет права служить по-латински. В Африке служат там на местных языках, там на суахили и так далее. Вот. Священник восточного обряда русского не имеет права служить по-латински. Он служит по-славянски, по-русски, по-французски. Вот. Ликвидированы пышные облачения, попоны все эти. Все очень простые белые облачения, скромные престолы, простые чаши. Так вот в начале говорить очень радует. А теперь посмотрите на наше архиерейское служение, когда часами раздевает и одевает. Так кому мы служим в самом случае? У нас есть священник, отец Сергий Желудков, который написал об этом целую книжку и пустил ее по народу. Вот. В ней высказано мнение, которое разделяют все. И, так сказать, архиереи серьезные, они стараются от этого ничего избавиться. Я думаю, что избавятся скоро. Но сказали вы о разных языках, что то, что вот так все-таки более подвижно стало католичество. Но что же с православием-то? Почему оно так застыло на одном месте? Даже нас, русских, лишают родного языка. Дорогой друг, вы спрашиваете меня, как будто бы мы с вами находимся на разных полюсах. Мы в одной церкви, мы видим, что она стоит на месте. Застыло, действительно. Застыло. Вот. Что можно сделать? Ну, каждый должен делать. Вы на своем месте, я на своем. Как-то качать. Ну, хорошо. Как качать, если вы мирянам не даете даже права сказать у дверей ничего? Полностью берете на себя и сами ничего, говорит, не делаете. Взяли ключ разумения. Батюшка ревностным оком смотрит у двери. Не зашевелился ли кто? Не говорит ли мне ключи? И он гремит оттуда от алтаря ими. Никому нигде нельзя сказать. О Христе я говорю. Только о Христе. Мы пробовали так. Открываем газету «Известия» в церковной ограде. Батюшка прошел, ни слова не говорит. Открыли Евангелие, сидим читаем, своим прихожанам. Сразу покоят, закройте. Мало ли тут увидят, церковь закроют. Правильно. Он боится, понятно, чего. Когда «Известия» читаешь, бояться нечего. Все ясно. Все ясно. Хорошо. Но батюшки эти, как правило, прошли через семинарии и академию. И сразу возникает вопрос. То, что сейчас там преподается и какие они выходят, то практически нужны эти семинарии академии или нет? Не очень. Иногда и вредны даже. Но тот, кто захочет действительно служить Богу, может извлечь пользу. Лично вы рассматриваете сегодняшнее православие. Вот как оно есть. Идет на улучшение. Ну просто интервьюер, настоящий. Это... Нет тут телевизора. Так. Считаете, по вашему мнению, все-таки вы не в углу где-то спрятались, стоите на виду. Почти в углу, дорогой. Почти в углу. Но все-таки чувствуете, и у вас должен индикатор этот работать. Все-таки идет на возвышение, стоит на месте или ниже с каждым годом идет. Я имею в виду духовная наша нравственность, желание прихода Царствия Божия. Значит, вот как я вижу, что христианская среда, околохристианская среда, и вообще люди, вот в Москве, в Московской области, в больших городах, я не буду брать другие районы, буду брать то, что я вижу чаще всего. Вот. Это огромная нива, и жатвы много, и люди готовы. Вот. У нас церковная система очень плохо работает. Более того, она вообще не годится. Никуда. Вы о том говорите сейчас, о чем уже снизу начинает говорить. Но ведь нужны руководители. Хорошо. Вы вот пишите, многие пишут. Ох, сколько книжных червей сейчас. Прямо столько знаний. Книг много писать. Консакр книг будет. Надо сначала... Знаете, я вам сейчас скажу, что для того, чтобы дать какие-то решения, надо серьезно подумать. Скорополительные реформы – это тоже плохо. И я к многим выводам, сейчас могу вам кратко говорить, а я годами думал над всем. Писал и думал, читал и думал, говорил и думал. Понимаете, надо же ведь не так просто здорово живешь и все. Надо все это и так подумать. Дети говорят так, эти так. Для этого нужно время. Чтобы... И, может быть, я уже буду совсем седой, когда я... Какие-то еще более ясные решения, так сказать. Нужно обдумывать. Вообще, я задаю вам вопросы. После этих вопросов, Бог знает, может быть, кое-что и в вашей судьбе наступит изменение. Мы, многие люди, ищем таких пастырей, которые понимали бы истинное положение сегодня и были готовы к большему, нежели у них есть сегодня. Ведь кто-то должен это взять на себя, кто-то должен встать и во главе. Но я слишком такой одиозный персона, так сказать. Ну, и так уже на мне ярлыки всякие весят. Каких только нет. Все ярлыки. Я как чемодан из-за границы приехавший. Вот так весь обклеен. Вот. Это специально. Враги специально на меня всякой вешают, чтобы парализовать свою деятельность. Не могут так. Они вот клеветой. Ну, вы сами-то рассматриваете это положение. Понимаете, с чего оно должно все-таки тронуться? В этом состоянии нельзя. В этом уже не литургически. Литургический, литургический, сказать, сон. Да. Я это все знаю. Я это все знаю. Я жду просто, когда Господь пошлет своих людей для того, чтобы поднять все это, пробудить. Но если это при вашей бою с жизнью и в самое близкое время, на какой стороне окажетесь? Вы уже задумывались. Я всегда там, где дело будет. Я всегда там, где дело будет.